Случалось ли вам приходить в магазин или супермаркет чрезвычайно голодным? Вот что мысли только о том, а я бы сейчас здесь все съела или съела. Если у кого-то не приходит на ум именно такое ощущение, очень рекомендую это сделать управляемо, поставив себе определенную задачку. Когда мы приходим в магазин очень голодным, можно прочувствовать именно на уровне ощущений, что значит очень сильно что-то захотеть. Потому что на данный момент человек привык жить в голове, и у него буквально голова и тело не синхронизируются. Голова отдельно, больная голова, ногам покоя не дает. А как только мы почувствуем вот это ощущение, что значит захотеть поставить себе задачу, захотеть жить по-другому. И вот этот очень простой, может быть даже примитивный, но очень действенный эксперимент, он мгновенно на уровне тела вспоминает, что такое захотеть. Голод или жажда. И когда мы вспомнили вот это ощущение, именно нужно точно так же захотеть что-то сделать для себя. Стать профессионалом или личностью, или разобраться в какой-то сфере, тогда вот эти материальные желания, они будут уже как локомотив подтягиваться, подтягиваться, потому что мы поставили с вами достаточно такое емкое желание, то, что созвучно с этим миром, что-то создать, выйти из этого примитивного такого существования, только поесть, отдохнуть, что-то сделать для своего тела. И для души, и для убеждения нашей, для духа ничего не делать. Как только мы это соединяем и позволяем себе прочувствовать это ощущение, вот тот импульс, и самое главное, мы его не гасим, не делаем так, как нас принуждали в детстве. Мы хотели что-то, да, мороженое, конфету, пойти погулять. Нас этого пресекали, нам не разрешали. Как только мы этот импульс позволяем себе в действии воплотить, то подключается огромное количество энергии, силы, и вот человек будто, ну, у него такая легкость появляется, состояние взлетать хочется. И здесь важно вот этот вот импульс ставить себе в задачу, доводить ее до конца. И вот получается тогда круг из результатов. Результат за маленьким результатом, больше результат. И у человека нарабатывается вот эта вот уверенность, да, или вера в себя, самоуважение. По-другому оно никак не нарабатывается. Если мы будем с вами жить просто в голове, крутить, закручиваться, мечтать или думать, как другой сделает нам хорошо, мы придем к безысходности, к разочарованию, к бессилию, и ничего не захочется делать. Неужели человек создан, пришел сюда только для того, чтобы как-то выжить, прожить? Что если себе позволить хотя бы начать в мыслях, поставить себе задачку или в чем-то разобраться, куда-то поехать, что-то сделать то, что вы действительно хотели? Сейчас тем более идут выходные. Позвольте себе жить, как часто говорит нам Ирина Николаевна. Здравствуйте. У вас были случаи, когда вы буквально над чем-то заморачивались, когда нужно было просто что-то сделать или принять решение, каким образом вы будете делать, а вы начинали на этом циклиться. Это, знаете, такое размышление и раздумие на неделе, а то и на месяц и постоянно прокручивание мыслей. Надо, не надо, буду, не буду, а может быть вот так, а может быть по-другому. И человек в процессе начинает так закручиваться, что даже забывает конечный результат, к которому должен был прийти. А на физическом плане это хаотичные действия без результата, без понимания для чего и бесконечное переделывание. Еще раз, еще раз, переделать, еще раз. Так человек сам себя закручивает и попадает в замот. Это неуравновешенное и неуправляемое состояние. В природе все гораздо проще. Это только человек изощренно, маниакально, все закручивает хитросплетенно так, чтобы жизнь медом не казалась. Мы так делаем, потому что нам так удобнее и привычнее. Как правило, в любой ситуации есть то простое действие, которое сдвинет эту ситуацию с мертвой точки и позволит дальше, дисциплинарно выполняя определенные действия, дойти до результата. Но именно это действие чаще всего мы либо не умеем делать, и нам нужно обрести новый навык, либо очень не хотим по каким-то причинам, и именно с этим нужно разбираться. Но разбираться мы не любим, поэтому мы придумываем такие сложные многоходовки, такие сложнейшие расчеты, просчеты, в итоге получаем отрицательный результат, ну и потом ищем оправдательную базу, чтобы объяснить и обосновать самому себе и всем окружающим, почему опять нет. Возвращаясь к природе, все гораздо проще. Если человек позволяет себе такую роскошь, честно и открыто смотреть на себя, на ситуацию, и честно принимает решение, что он сам для себя хочет, то ситуация тоже начинает открываться, и ситуация сдвигается с этой мертвой точки, и вы видите движение, тогда и результат у вас точно получится. Спасибо.